Доброе утро всем! Я уже отработала. Бегу домой. Накулючилась какая-то. Ну что-то я не пойму, то холодно, то тепло. Непонятно. Вроде бы уже на следующей неделе обещают потепление. Наконец от Дуба и Холодеус валит от нас. Хотя днем уже хорошо. Сейчас вам нулюшку покажу, какое оно замечательное. Пока вот так по улице. У нас сегодня только все о том и говорят, что нас наверное опять закроют периметрально. То есть опять я думаю, что с сегодняшнего дня, не сегодняшнего с понедельника, нам нельзя будет выезжать в другие города, потому что все ведет к этому. Очень много зараженных, целые семьи. Но это было логично, потому что праздники, все собирались с семьями. Несмотря на то, что нельзя было больше десяти, но тихали все на это. Ну и вот естественно, такой результат, что у нас сейчас опять наверное Франция вообще закрылась на это, на полный карантин. То есть они там Франция, Португалия. Им даже, ну как мы в марте сидели, теперь они сейчас так сидят. Я в принципе-то никуда и не собиралась. Ну как я подумала, съездить в Гранаду, все-таки скидки начались там ля-ля-ля-ля. С другой стороны, мне вообще ничего не надо. Ну вот от слова совсем, но если только пояс. Вот, но из-за него ехать в Гранаду, как бы да, ну так пошататься. Вот, поэтому, ну сейчас же конечно нам запретят и сразу захочется. Сразу, сразу начну протестовать, как-то так. Вот я в Гранаду хочу съездить, а нельзя, мне запретили. Чарли, ай-но? 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 Баха дай. Там просто машины могут поехать. А здесь такие вот улицы. Так что вот так вот. Скорее бы это все закончилось. И можно было бы не думать о этой головной боль. Хотя мне сейчас больше холод бесит. потому что, блин, утром встаешь, такой дубак. Хотя у меня в комнате стоит обогреватель, но все равно холод меня бесит больше всего. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем, я тут полуфабрикаты делаю. Как всегда, в мясорубке неправильно ножи поставила, она мне ни хера не фурышила, но потом я догадалась, что надо сделать. Вот, у меня было мясо, печу воды пою. Печу воды поешь, лук, блин, ядреный, твою дивизию. В общем, сейчас, сейчас и грудка куриная, вот, и свинина, такая вырезка. И вот я ее сейчас перемолола, потому что мне фарш нужен. Сделаю баклажаны, там какой-то рецепт супер-пупер подруга дала, бешамелем, у меня же там еще бешамель остался. Вот, гамбургеры сделаю. Вот уже замесила тесто, тесто. Из мяса вырезки сделала вот таких вот три, нарезала вот такие вот по три кусочка. Грудка тоже одна в заморозку отправляется, и гамбургеры тоже отправятся сейчас в заморозку. Я их прям сразу делаю вот на пленочке, сейчас покажу. Раскатываю так пленку. В гамбурге у меня там мясо, специи, лук, овсянка быстрого приготовления и соль, ну и специи по вкусу. Вот так вот делаю. Потом вот так вот, ну более-менее форму которую. Еще одну. Еще одну. Пленка дурацкая вообще купила, ужас такая пленка плохая. Ну и в общем вот так вот потом все это отправится в заморозку. Не видно вам за столом, ну как-то так. Теперь вот так вот дам форму. Потом когда надо, просто достаете из морозилки и все. Сколько вам надо гамбургеры и готовы. Я прям как поросенка зарезала. Все готово. И пошло это в морозилку. Сижу тут в своей берлоге на своей этой. На улице 19 градусов, друзья. Я как цицик мерзну. Дома-то холодно. Хоть на улицу иди. Ну там вышло что-то знаете, тоже не свежо. Пью кофе горячий. Вот. Вот. И понимаю, что я пирожки-то сделала, но я еще ни одного не съела. Представляете? Вообще. Мало того, что я оставила всего 4 штуки. Два мужу вроде бы как и два себе. Остальные-то я заморозила. Там их по-моему 8 получилось. Вот. Вчера муж слопал один. Вот осталось три. Как-то сегодня съела картошку с это, с огурцом. Ой, как это вкусно было. Прям рюмки водки не хватало. И вот сейчас кофе попиваю, думаю, а пирожки? Ну все, уже поздняк метаться. Я как-то после 3-4 стараюсь уже как бы еду сокращать в плане ну там ягоды, чаек без сахара. Но с сахаром, с этим, со стевией. Апельсин, мандаринки. Вот так вот. То есть пирожки тоже откладываются. А сегодня у меня еще нарисовалась работа. Так что я сейчас уже сижу, план составляю себе. В общем, там одна девочка, ну они постоянные клиенты, вся семья. И говорит, папа мой, может придет, можно придет это, подстричься. Я говорю, да конечно можно. Заодно прогуляюсь по Салабрине. Вот он придет в 5. Я уже представила план. Оставлю машину внизу. У меня же на горе работа. Залезу туда пешкарусом. Потом обойду кругом. Зайду на пляж. В общем, маршрут, короче... Соседка, видимо, с собакой пришла. Когда соседка одна приходит, Чарли не гавкает. Когда соседка с собакой гуляет, то гавкает. Вот так вот. Вот такой план составила. И прогульнусь, и поработаю. И вот, в общем, как говорится... А тут сижу, думаю, на море опять идти. Ну, потом уже маршруту. Как-то скучно уже. Ну, одно и то же каждый день. А тут бац! Работа нарисовалась. Думаю, ну, замечательно. Так что вот так. Да, Чарли? Иди целоваться на камеру. Иди целоваться на камеру. Бень! Иди целоваться. Бень, бень бесит. Бень, 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 бень. Ай, ай, ай. Ай, 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 ай. Ты всё-то понимает, моя Рога. Ты всё-то понимает. Он вчера мячик достал. Ему надоели все эти игрушки, достал мячик. Аки? Я из твоих уголок. Да. Три, три. Аки? 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 Бень, аки? Бен, аки. Бен, аки. Бен, аки, мени. Ой, моя штука я. В общем, вот так будем гулять. Ну вот я и залезла. Конечно, подъем здесь крутой. Вот оттуда. Видите, где машины едут? Там я свою машину оставила. И залезла наверх. Смотрите, какая Сьерра-Невада красивая у нас. Сьерра-Невада переводится со снежной гряда. Ай, мира! Келетутит! Племянник мужа. Я сейчас ласкового вообще никого не узнаю. Зато Чарли его быстро узнал. Я не знаю, как, но мой Чарли то ли родственное что-то, то ли кровь. Я не знаю, как. Вот он их видит там, может, раз в месяц. Всех вот родственников. Но он их всех знает. Вот он сразу бежит. Чарли у меня не такой уж и ласковый со всеми. Он не дастся никогда тебе погладиться. Он может тебя типа окнуть, если он тебя не знает. Это он со мной такой ласковый. А с незнакомыми, он вообще, он дикарь. А родственников он когда видит, он писается от радости. Представляете? Я не знаю, как так, с чем это связано. Ну вот он их вот так встречает. Прямо это... Я сейчас чуть-чуть по работе запарилась, пока залезла. Хочу спуститься по другой дороге. Там вот видела... Такая есть улица. Вот, я там никогда не спускалась. Так море шумит. Прикольно. Чарли, куда ты меня тянешь? И так спуск огромный. С тобой как эти колобки покатимся. И все. Тебе-то, конечно, хренаны. С твоими 6 килограммами. А с моими 80 что делать? Смотрите, какая красота. Не, он куда-то тянет и тянет. Хватит тянуть. Смотрите, вот это вот продается. Можно построить дом. Вот такой вот. Что там? Видите? Интересная цена. Написано, что это интересная цена. И вот так вот построить такой же домик. Как вот этот, например. Видите, как здесь живут? Вот Витя. Кстати, сейчас в Фейсбуке искала. Смотрите, не искала, а видела, что... Мэрша, ну, моя клиентка, просит правительство, чтобы провести массовые тесты. Потому что, видимо, здесь, в этом городе, тоже особо много зараженных. Смотрите, как лесенки туда. Бассейн, и патио. С этой стороны может быть третий этаж, а пройдешь с той стороны, он может минус первый быть. Ну, туда хочу пройти. Посмотреть, как тут люди спускаются. Так, здесь тупик. Не пролезешь. Мне надо вот сюда. Так что пойдем в другой... Другим путем. А вот там город, в котором я живу. А это вот все Салавриня. Вот это вот пляжная часть. Туда вот вниз идет тоже город этот. И вот сказку Антигуа. То есть, старая зона находится вот там. Как же туда только пройти-то? Какие-то вот там тропы есть. А как туда пройти? Что-то я не совсем понимаю. Понимаешь! Смотрите, какая красота. О, сейчас в Инстаграм сниму. Смотрите, какие тут лестницы у нас. Я все не могу найти выход. Здесь вот так люди живут. Видите? Так с продуктами приедешь. И трындец. Ой, гляньте, какая красота. Класс! Правда? Мне кажется, что тут я могу пройти. Уже наконец-то. Смотрите, у кого-то здесь крыши. А у кого-то здесь нулевой этаж. Удивительные сооружения. Ведь это все строилось, смотрите, века назад. То есть, этим строением. Вот лестница. А что я такую не видела? Вот смотрите, они куда-то ведут. А я такую не видела. О, вот. Не, лучше по лестнице, конечно. Уж здесь так круто. Круто ты попал на теле. Ой, фотки классные сделала. Так что заходите в инстаграм. Ссылочка внизу. Подписывайтесь на инстаграм, на ютуб. Везде подписывайтесь. Везде лайкайте. Я буду очень рада. И мне будет очень приятно. Полиция. И так же вот тут театр, амфитеатр. Я тут пару раз была на концерте. Вас еще со мной не было. Сейчас я тебя отвезу. Ой, блин. Ну все. Мы это преодолели. Он оттуда. Так, а что тут закрыто, что ли? Не пойму. Было всегда открыто. Что-то сегодня одни преграды, а? Не, ну ты посмотри. Срод был открыт, сейчас закрыто. Вот тебе и трындец, капец. Здрасте, приехали. А, знаете, наверное, все парки закрыла. Мэрша. Чтобы не шатарились. Я так поняла. А это парк. Хотя вот там вот нет. Вот, видите. Все закрыто нафиг. С 13 января. Короче, понятно. В обход пойдем. Смотрите, сколько штормом нанесло всяких веток и коряк. Ну, мусора такого, знаете, вот, человеческого, скажем так. Кроме масок, конечно, нет. Разные коряги. Много, кстати, народу гуляет. Погода замечательная. Чего бы не гулять-то. Класс. Чего бы не гулять-то. Чего бы не гулять-то. У нас тут смотрите, какие препятствия. А Чарли еще и груз несет. Чарли, смотрите, какая красота. Чего бы не гулять-то, Чарли? Какая красота, ты палию? Нафиг оно тебе надо. Тебе это надо? Ну, пошли. Раз тебе так эта палочка нужна. Грязюка. Но тонкие грязи не боятся. Хотя я в голубых штанах. Нафиг. 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 а мы по раке фу-фу а дон дева венаки и пошел венаки фу на еще побег но и новому ну улегся в погрызть наверное какая разная испания тут что-то видимо сажать будут птички за червячками прилетели он так с палочкой идет он и кстати машину понесет и домой он бы ее забрал конечно же вот дурачок смотрите как красиво подсвечивается чарли брось ты эту палку тебя дома игрушек полно смотрите ягодка мора можно им уже еще и полакомиться я кстати сожрала две штуки колючка колючка въелась нет ты посмотри не вылазит ай прилепилась кстати тут а подрыв убрала от чарли палку и выбросил ее нафиг вкусно здесь не так много машин ездят так что нормально здесь ее все едят я уже сварганила две вот таких мусаки одна в холодильнике стоит она это ну там с очищенными покажем от школы потому что муж шкурку не жрет вот а вторую себе обычную помыла посуду заварила чай все как полагается друзья и думаю наверное съем апельсинчик как всегда чин уже нафиг остыл потому что я тут заварила чай потом думаю дай-ка я на завтра мусаку эту сделаю и останется мне ее только в машину положить поставить там или что там с ней сделать то чтобы она у меня доделалась и все чайная холодная подогреть надо мача а у врача своя мача сначала апельсинчик съем так пахнет конечно нереально ни разу не делала подруга вот все у меня подруга в инстаграме выставляет блин нафиг ее ой правда какой-то сухой апельсин и вот ходим друг за другом то она что-нибудь приготовит то я что-нибудь приготовит приготовим она кстати делала Зарин привет тебе вот как я делала поке рис то там со всякими штуками ей кстати очень понравилось вот теперь ее мусаку делаю так вот и живем я говорю кто кого передразнит так что вот так вот благо нам готовить очень нравится поэтому идей море дело не хочу мне кажется этот апельсин или нет не сухой а не нормальный нормальный даже вкусный так что пошла я ужинать витаминами говорят фруктами не у меня ужин 7 часов ужин нормально чай попозже попью а то не влезет ну а я больше ничего не буду делать так что я буду с вами прощаться до завтра а пошла новости слушать новости вообще сейчас уже почти не слушаю но сегодня послушаю потому что будут говорить о то что там перекроют нас закроют там что с нами будут делать вообще ну все знают и думают что нам просто нельзя будет из города выезжать потому что почти во всей Испании так уже нам из провинции нельзя выезжать ну у нас провинция Андалусия это почти третья часть не почти а третья часть всей Испании очень большая большой регион не провинция провинция Гранада регионы в общем я запуталась со всякими этими регионами штат штат Андалусия скажем так он у нас огромный чего сидим кого ждем чтобы выехать куда-то не надо ну а куда выезжать то некуда выезжать но все равно интересно послушать что почему и как ладно я вам все завтра расскажу всего самого лучшего всем пока пока